АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ На сегодняшний момент автомобилисты поделились практически на две равные части Одна, которая умеет, использует и любит автоматические коробки передач А другая, та часть, которая верна ручной коробке передач Самый главный вопрос в том, что выбрать автоматическую коробку передач Либо ручную, у нас сводится к надежности этой самой коробки Так вот, автоматы, не все автоматы, блистают какой-то надежностью И, соответственно, возникает вопрос, где же эти автоматы ремонтировать И что в них может сломаться в первую очередь И об этом наш следующий сюжет Около половины автомобилей, бегающих по нашим дорогам, имеет автоматическую трансмиссию Но не каждая машина блещет надежностью коробки автомат А у владельца ремонт такой коробки может вытянуть солидную сумму денег Гидротрансформатор работает как центрифуга Соответственно, по краям лопастей скапливаются продукты износа Тех же самых блокировок Симптомы могут быть разные От вибрации до плавающих оборотов при разгоне Ну и вплоть до остановки мотора при включении драйва Сервисный центр «Гефест» на улице 50 лет октября, дом 15А Пополнился оборудованием для ремонта наиболее часто ломающейся детали в АКПП Здесь разбирают гидротрансформатор, моют его части и потом собирают уже с новыми комплектующими Новыми фрикционными накладками, подшипниками и демпферными пружинами Официальные дилеры рекомендуют замену всего узла, стоимость которого может достигать и сотни тысяч рублей Тогда как ремонт может обойтись в 10 раз дешевле Подобные ситуации встречаются и с рулевыми рейками Не стоит думать, что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком В большинстве случаев ее можно отремонтировать Для ремонта рейк протачивают вал, изготавливают новые втулки, подбирают сальники А также здесь исправляют дефекты при эксплуатации автомобилей с карданами Мы специализируемся на ремонте карданов Имеем оборудование для керняния крестовин и переделки их под стопорные кольца А также имеем балансировочный станок, который вмещает узлы до 6 метров То есть для любой коммерческой техники И самое главное напоследок Чистота и порядок в инструментах и запчастях Это залог профессионального подхода к задачам А значит, качественное исполнение Уникальная погода, уникальная зима Накладывается отпечаток не только на нас, на простых автомобилистов Нам ездить просто становится немного проще Но и в том числе на автоспортивную жизнь В нашем городе уже было отменено несколько спортивных соревнований Например, трековые гонки на ипподроме, дрифт Также зимний дрифт на там же самом ипподроме Но продолжает жить что? Правильно, автокросс Автокросс это соревнование всепогодное И при любых условиях гонщики продолжают принимать участие в этих соревнованиях Так прошли гонки на Тверском политехе На приз ректора Тверского государственного технического университета Тверского государственного технического университета Тверского государственного технического университета Моя Великой Университета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казалось бы, ну с тех пор вроде бы и президент не сильно поменялся, но я про другое Именно 20 лет назад, в 2000 году, 3 января, был образован Тверской джип-клуб «Лебедушка» И в этом году джип-клуб празднует, как говорит сам президент джип-клуба Евгений Павлов, первые 20 лет И на этот праздник, на этот день рождения, я был приглашен, ну соответственно, где приглашен я, там и вы 3 января 2000 года Мы втроем вместе с Юрием Феоксисовым, как-то невестным, и Володей Казаковым, поехали на карьеру Кирстантиновку Я до этого много там катался, но на меня все время смотрели, как на идиоты, как придурок ездит там, это застревает Долго думали название клуба Было придумано у Юрки в подвале, когда мы сделали гидравлическую лебедку Там 4 на 4, 7 на 8 все это перечислялось, что-то не легло Оно такое невзрослое, потому что все говорили Off-road drives, yes, on ground, extreme and drowsons То есть называли все, а мы назвали Я говорю, давайте венч-клуб сделаем, как бы, типа, венч, лебедка Юра феоктист говорит, слушай, но мы же русские люди, зачем нам венч, давай лебедка, клуб Ну, лебедка, грубо, вот давайте лебедушка, и все, и вот оно И давайте опять вернемся к этой теме время Джип-клуб, если сейчас посмотреть на него современными глазами Это не лебедушке 20 лет, это лебедушка 2.0, шаг в будущее В 2023 году на том самом полигоне пройдет то самое мероприятие, на которое основатели этого джип-клуба ездили несколько раз Евротреал в 2023 году пройдет в России, и он пройдет в окрестностях Твери С этим как раз я и хочу поздравить как Евгения, так и всех причастных к джип-клубу Не только с днем рождения, с 20-летием, но и с этим шагом в будущее в 2023 год Всех поздравляю и смотрите программу Гараж ровно через неделю, пока! Джипы, они же тоже всепогодные, они же тоже могут ездить по любой погоде, по любой дороге И, соответственно, вряд ли будет отменено соревнование, которое запланировано на 16 февраля Это Лебедушкино озеро Там же пройдет еще и второй этап спринтового годового соревнования от джип-клуба 12 месяцев оно называется Все это пройдет 16 февраля Хоржественный старт соревнований в 12 часов 30 минут Все это дело пройдет в парке внедорожных приключений Павлова Итак, запоминаем, 15 числа у нас автокросс идем все смотреть 16 числа кто-то едет участвовать на спринт джип-клубу Лебедушка Кто-то едет участвовать или просто смотреть за соревнованиями джипов Так что нас ждут большие гоночные выходные До встречи на трассах Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»